знаете я когда думал о чем проповедовать я вспомнил о том что вот здесь вот на этой земле в саксонии когда-то 16 веке родился и жил человек который звали лютер и он первый открыто начал переводить до него тоже пытались переводить библию жестоко наказывали за это на язык на который он говорит народ но я не буду сетцом и перри и лутер стал доносить на на том языке на котором он думал слова буря и с этого момента по всему миру началось вот это движение люди хотели И чем больше люди вникали в Слово Божье, тем больше стало понятно, что что-то у нас не так, что-то мы не так делаем, поклоняясь Богу. И это стремление вернуться к той первоапостольской церкви, к той общине, которая видела, ощущала, чувствовала присутствие Бога, где происходили чудеса Божьи, где можно было подойти еще к свидетелю, который хотел с Иисусом и расспросить его, и это первоапостольская церковь, она была еврейской, она была мессианской. Поэтому, когда мы стремимся познавать в полноте Слова Божьей, в полноте познавать, то духовное наполнение, то духовное мир, которому стало возможным явлением Ишуа в этот мир и образованием церкви, и в церкви в своей истории всегда были очень тяжелые отношения с Иудаизмом. И если исходить только из того, что можно прочесть, и... то, что можно прочесть, почему евреи собственно не приняли его. И из глубокой древности, европейцы, христиане пытались донести до евреев понятия того, что Иисус, Он, Мессия, Он Бог, что ж вы его не принимаете? И только когда начинаешь вникать уже со стороны интересоваться вот духовным вот этим миром евреям, и начинаешь понимать, что существует еще какой-то огромный духовный пласт, который нам как бы недоступен, потому что мы не евреи, и мы туда никогда не стремились понять это и в них будет все. И когда у нас появляется еще одна точка зрения, и тогда мы можем, вот волю Божью, его план спасения человечества, мы можем понимать лучше, когда мы можем смотреть со стороны Библии, со стороны Божьей, и которые ж бы они не будете никогда неoxideц, которые добавляться от того, bis к нам потом за порядок я не знаю. Вот вы знаете, что уradas несколько месяцев назад были многие присутствующие в общей новой у gösterе, И мы тогда начали говорить о законе, о законничестве, о том, каким Иисус хочет видеть вот это движение в нашем. И вот когда братья вот эти с Киевс в Украине когда были и узнали о том, что мы, значит, у нас вот такие обсуждения проводим, они решили, что в начале сентября, значит, будет с Кишинева служитель. Вот. И он будет проведать семинар трёхдневный в отношении его законам, в отношении устной традиции, в отношении, значит, противоречившего, так сказать, евреям и христианам. Очень, очень важно. Я хочу просто такое длинное вступление сделать, для того, чтобы мы подвеселись к той мысли, что я хочу сегодня рассказать о законе устном и законе письменном, законе Торы и законе устном. Я хочу дать вам об этом и об этом законе, чтобы мы могли подготовиться к этому семинару и могли плодотворно воспринимать то, что мы будем слушать. И так, значит, мы, когда открываем Библию, первые пять книг Моисея, и мы читаем историю того, как Бог выделил Авраама из общей массы народов. И как он из него образовал народ, и как из Египта вышел, значит, народ, несколько миллионов человек, и этот народ получил закон от Бога. И главная часть этого закона, это начало, основа всего, это десять заповедей, которые Бог дал народу. И чтобы народ жил в этом этническом русле, который он приготовил. Бог приказал построить походный храм, а в последствии храм фундаментальный камень. И значит, было определено Богом, что Тора доверяется одному колену леве. И для Бога, чтобы этот колен леве всегда несло в народ и хранило в народе закон. И для того, чтобы этот колен леве всегда несло в народе и хранило в народе закон. И для того, чтобы этот колен леве, они становились служителями во всех, во всех, буквально, отраслях, которые относились к храму и к истории. Они служили при храме, они в каждом селении, и в школах преподавали детям закон Божий, закон Торий. И когда древний Иудей поднимал глаза и видел на горе храм, то он понимал, что жив народ, жив Бог, есть люди, которые служат этому. И они создали Тору, это были левите и священники. И конечно, история еврейской аналогии складывалась безоблащно. И значит, есть, конечно, история с ютюбичем фолка, безоблащно, безоблащно, безоблащно. Были времена духовного падения, были времена, когда Бог просто отворачивался от своего народа из-за его глубокой свободности. И потом пришло время, когда Храм был разрушен в первый раз. Бог допустил. И когда народ выселили, был Бабилон. И когда это был Бабилон, возникла ситуация, когда нет Храма. И тогда появилась ситуация, когда нет Храма. Нет жертвового искупления греха. Нет возможности принести, выполнить все предписания, принести все жертвы в Храм. И это не возможности, все предписания в Храма. И это все равно, что позвоночник у человека. Он главный ажиас, на которой крепится весь Организм. Так есть Храм в жизни духовно еврейского народа. Это позвоночникам и рестанта. И это как Бабилон. И это как Бабилон. И так же, как дима, это тоже Семен. И народ осознал всю глубину этой катастрофы для себя. И в среде народа появились люди. Они не были левитами. Они поняли, что левиты сейчас без храма, они тоже деморализованы. Ничего не могут предложить народу. Эти люди назывались Пуршим по-эбрейски. То, что последствия мы читаем в греческом переводе, фарисеи. И они, их стараниями, их рвением духовным, было сделано то, что можно было сделать в этих условиях. И они собирали народ, которые сначала в каких-то частных домах, потом стали строить дома-молитвы. И они начали, которые назывались Синагоги. И вот в этих Синагогах они изучали Слово, они его читали, они погружались в Благодать Божи, в Слово Божи. И когда народ вернулся через 70 лет и восстановил Храм, то храмовые служители, священники, левики, их потомки, они приступили к служению. Это был храм, это было их от Бога назначение. И храм был один, это был общенациональный центр поклонения Богу. Но в каждом селе, в каждом городе появилось новое явление, которое называлось Синагоги. И когда мы читаем Евангелие, то мы видим, как Иисус критиковал Фарисеи. И вы знаете, сложилось впечатление, что это что-то очень нехорошее. И это что-то... И это что-то... И это что-то... И потом мы находим такие места, как вот например, он учил своих учеников. Кто из вас не превзойдет праведности Фарисеев, не войдет в Царство Небесное. Это был очень высокий уровень Праингость. И это что-то очень хорошее уровень Праингость. Но дальше он им говорил, так как они учат поступайте, Но как они делают, они не делают. Но самое интересное, что Иисус тоже был Фарисей. И Павел был Фарисей. Павел прямо говорил себе, что я Фарисей из Фарисея. Иисус не говорит о себе, что он Фарисей. Но в первом послании, в Евангелии от Иоанна, в первой главе, в первом послании, в первом послании, 1-й главе, 24 стих. Он говорит, что посланные были из Фарисеев. Это эпизод, когда пришли посланные из Иерусалима люди. И спросили Иоанна, кто ты, почему ты крестишь? И он им говорит, я не пророк, я не мессия. Он тронул. Посланные были из Фарисеев, 25 стих. И они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья и не пророк? Иоанн сказал им в ответ, я кричу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня, я не достоин развязать ремень обуви его. Смотрите, посланные из Фарисеев среди них находится человек, которому он не достоин развязать ремень обуви, и который шел за ним, но стал впереди него, и нам все ясно, что это Иисус. И все убедиться из Фарисеев. Итак, спасибо. И lyrics и вы сказали, а где Вы учили человеку, и говорит, что это является не Христос. И они сказали, что у вас друг от них, и есть человек, который у него не знали. Я еще раз обращаю внимание, что посланная делегация из Иерусалима состояла из Фарисеев. Я не спросил его, кто тебя послал. Ты сам говоришь, что ты не Мессия, что ты не Илья, почему же ты крестишь? И тут он говорит, что среди вас стоит, которого я не достоин развязать ремень. Ну, если дальше читать, то он говорит, что вот Агнец Божий, когда он вышел к народу. Это говорит о том, что Иисус был фарисеем и критиковал Иисус фарисеев не за то, что они фарисеи, а то, что достигнув больших высот улужения народа и власти духовные и все, они тоже не выдержали проверку власти. Они стали такими же коррумпированы, как и другие представители высших слоев общества израильского. Смотрите, время после Иисуса было очень коротким до гибели второго храма. До гибели, разрушения второго храма. Мы знаем из Евангелия о том, что Иисус пришел с Мессией не отменить закон, а углубить его действия народа. Он пришел с Мессией искупить грех, и в этом была воля Божья. И когда он выполнил у Иисус, то необходимость в храме, как в центре, где искупался грех, приносились жертвы. Она просто отпала необходимость в этом, поэтому Бог не стал сохранять храм. А вот в Талмуде, в этом записанной части устной традиции, говорится о том, что... Там говорится о том, что Бог позволил, разрушил храм из-за того, что в еврейском народе жила ничем необоснованная ненависть. 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 Так говорит Талмуд. В народе была ненависть. Ни приятия друг друга, ни любовь. Злобок друг друга. И в Талмуде говорит, что за 40 лет на разрушение храма Господь сказал, что нет кровавого жертвы. И в 70-м году разрушен храм, минус 40, это 30-й год. Это время, когда Иисус принял себя в жертву. И таким образом, вот эти духовные люди, которые не признали в Иисусе Мессию, они тем не менее констатируют духовное и правильно духовное расставляют акцент. Когда мы читаем Евангелие, нам не совсем всегда понятно. Мы видим священников, левиков, книжников, фарисеев. Это как бы весь духовное сословие Израиля. И вот нам кажется, что вся эта духовная сообщество, оно выступает против Иисуса. А на самом деле были саддуки, это были священники, левиты, которым был доверен Тор, закон. А с другой стороны были фарисеи, которые имели плавное свое состояние, это была устная традиция. И в любом законе духовном, при любом вероисповедании, при религиозном каком-то Динаминации всегда есть устная традиция. Есть всегда традиция. И в любом законе духовной традиции существует, конечно, в иудаизме, и не может и существовать. И поэтому в среде иудаизма всегда, когда был храм, было противоречие между левитами. И между фарисеями. Потому что фарисеи, они не лежат, вот в этой книге, у них нет, эти книжки, в законе, упоминания о такой категории людей, духовном таком сословии, о них нет ни слова. В фарисеях нет, в Торе, в законе нет людей, доверен закон только левитам и священникам. Закон доверен Богом, левитам и священникам, через храм. И то уважение и влияние, которое имели фарисеи в обществе, оно раздражало очень священников. Вы помните Хануко праздник и та история, связанная с Ханукой. И это храм, который был в основе Хасмани, который в результате восстания пришли к власти в Израиле. И это храм, который был в основе Хасмани и восстанавливать, восстанавливать Храм и служение в храме. И в истории Израиля это было чуть больше 100 лет, когда Израиль получил снова независимость, после очень долгого периода зависимости. И возглавили его Хасманеи, род, который стал священниками и царями. А это было неправильно с точки зрения Торы, потому что священники это потомки Аарона, а цари потомки Иуды. Значит еще раз, значит в иудаизме священники это храм Торы и цари это потомки Иуды, потомки Давида. И они не могли совмещать. Но это было, и это фарисеев напрягало, и фарисеи, они вступали в конфликт, и был такой священник, царь Александр Янаев, который жестоко расправился с оппозицией фарисейской. И он был очень волноват, и это было очень много людей, впервые на христе. И этот конфликт болезался всё время до рождества второго храма. И этот конфликт был до зерстывания из 2. Темперии. Если вы можете проследить в книге Деяния, когда Павел, в Павел, в Павел. Вы можете еще раз наблюдать в книге, в книге Павел, в книге Павел. В книге Павел, в книге Павел. Смотрите, на момент разрушения 2. Храма, в книге Павел, в книге Павел. Единственное, организованное, духовное, будем говорить, сословие, это были фарисеи. Римляне разрушили Храм. И повторилась ситуация с разрушением 1. Храма. Но любой евгей мог подойти и встретить на улице и поздороваться с священником и с левитом, которые не имели Храма, но сословие существовало. А вот официально, с точки зрения Торы, у фарисеев, не было власти на еврейском. Мы не можем себе представить, что происходило в душе еврея тогдашнего, когда разрушили Храм. Значит, не искупить грех невозможно привести овцу или быка и принести им грех. Нельзя принести в Храм первые плоды. А в Торе написано, если ты не принёс первые плоды, всё для тебя не кошерно. Это была Катастрофа. И если с первым Храмом у них было пророчество, что это будет близо 70 лет. То есть в разрушении второго Храма не было предела этого. Никто не сказал, на сколько лет. И для этого, когда он был пророчественным, и с первым Храмом, и на другом Храмом, была реальная перспектива исчезновения народа израиля, вообще как народ. И еще был, в Асаде был Иерусалим, еще не был разрушен Храм. И еще не был разрушен Храм, когда из Иерусалима, под видом похоронной процессии, вынесли человека, не умершего, но вполне живого, Иерусалима Бен Закайя. И он понимал всю Катастрофу, которую на еврейском народе, и по пути от Инерусалима кто-то говорит, что в Катастрофе, придут в суд. Они из-за их грехов и убежали все от Иерусалима, чтобы не начали от Чума, и они боялись обряд в Саргаве. И Ханан бен Закай заложил основу иудаизма без храма. Иудаизма без храма. Он понимал, что жизнь без храма для евреев это вообще все грех. И он решил, что пусть народ грешит неосознанно. А создавая, что он еврейский народ и его объединяет Тора. Но если он будет жить без храма, без надежды, без того, что ты можешь исполнять функции, которые Бог тебе предназначил, он просто прекратит свое существование. Все грех, все грех, все грех. И там были подняты пророки, где было сказано о том, что мне не нужны твои жертвы. Мне они противны, потому что там было говорилось о том, что жертвы без сердца, без веры, она ничего не стоит. И он сказал народу, вот видите, Господь приготовил вам. Ваша молитва, это есть жертва его уст. И в то же время, когда в храме приносили жертвы, делайте им час молитвы, время молитвы. И он сказал, что ваш путь в храме, и вместо того, чтобы вы ее путь на Тебель, должны быть молитвы. Есть такие вещи в Тории, в Пророках, где говорится о том, что то, что изошло из уст Бога, оно не остается без силы. Мы знаем, что то, что из Дима Бога не отменял, что жертву и кровь Бог не отменял и не поменял на молитвы. Бог не заменил молитвы в жертву крови. Но тогда надо было вспомнить о жертве Ишива и признать его жертвами. Но народ давно уже жил непописанной апостной Тории. Но если посмотреть на Ишива как на фарисея, то он жил по традиции и это было его образ жизни, он жил так как все. И когда пришли к нему посланцы от Иоанна Крестителя, и спросили его, ты ли тот, который нам надлежит ждать, или придет другой? Он ответил, он не сказал, ребята, я тот сам, именно я. Он им сказал, идите и скажите Иоанну. Слепые прозревают, мертвые воскресают. Прокаженные очищаются. Прокаженные очищаются. Так что не говорится, что Мессия должен исцелять от прахаза. Пророк говорит, что Мессия должен быть непоражающим величием, скромным человек, раб. Мессия должен быть скромным, кротким, льна курящим, не угасшит и стростен над вомлением и не преломит. Пророк говорит, что Мессия должен быть непоражающим величием. Пророк говорит, что Мессия должен быть непоражающим величием. И, в общем, Мессия должен измениться, так оно и будет, конечно. Мессия должен быть непоражающим величием. И ученики в нем тоже хотели видеть царя их. Когда он объезжал в Иерусалим, его приветствовали как царя. И ученики были уверены, что Мессия должен быть непоражающим величием. И они думали, что Мессия должен быть непоражающим величием. Потому что они были связаны с военным искусством, они были связаны с тем, что они были военные, полководцы, воины. Потому что это люди критерии принимали в устного закона. Значит, теперь представим такую вещь. Есть закон Тора. Есть левиты, священники, которые не могут выполнять свою функцию, потому что нет храма. И есть фарисеи, мудрецы, раввины, которые имеют устную традицию. Устная традиция и Тора, они как-то не совмещаются. Устная традиция и Тора, они как-то не совмещаются. Тогда со временем статус устной традиции поднимает на Торы. Это устная Тора. Статус устной традиции поднимается два уровня Тора. Это тоже Тора, только устная Тора. И в это время, когда на Тора и Тора, это не произошло в едином моменте. Это не произошло сейчас, в этот момент, на этом месте. Это не произошло в этом моменте. Противоречия между Торой и Традицией существовали с глубокой древности. Если мы посмотрим из Исайя 29 главу, давайте откроем Исайя 29 главу. Исайя 29 глава. Исайя 29 глава. Исайя 29 глава. Исайя 29 глава. Исайя 30 глава. Исайя 30 глава. Исайя 30 глава. Вот смотрите, в русском, немецком, других языках, Пророк, это человек, который говорит от Бога, он уста Бога. И когда говорит Пророк, значит через него говорит Бог. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами, своим языком своим чтит меня, сердце его далеко отстоит от меня, и благоверение их предо мною, есть изучение заповедей человеческих, то вот я необычайно поступлю с этим народом, чудная дива, как мудрость и мудрецов его погибнет, разумом разумных его не встанет. Я знаю, что это было. Я знаю, что это было. Смотрите, пока традиция, она находится не в противоречии с основным законам, она благо, она развивает, она помогает жить народу, она свою жизнь организует. Но если смещается акцент, если мы не замечаем, что мы занимаемся собственной, так называемой «мудростью», они познают Бога, его волю. Но если мы занимаемся с нашей собственной мыслью, и мы не знаем Бога, возникают большие проблемы. Итак, с одной стороны мы видим, что принятие устного закона как закона, что принятие устного закона как этнического целого – еврейский народ не растворился и не исчез. А с другой стороны, жизнь по комментариям, а не по Тории приводит к большим духовным проблемам. Смотрите, мы сейчас рассмотрим только ситуацию с установкой, а не еврейского духовного мира. С остальных христианством было все очень просто. Вы убили Христа, Вы прокляты и так далее. Каким проблемам это привело в христианстве, мы знаем. А ситуация со скопой у евреев в этом отношении была не легче. Теперь возникает ситуация, когда Бог создает из двух одном. Единственное, на что мы должны обращать внимание – соответствие учения Торе, они не человеческим интеллектом, не человеческим комментариям. И вот в этой ситуации духовной можно сказать одно. что мессианский иудаизм есть иудаизм Торы и Пророков. И в той иерархии, которую распределили в иудаизме ортодоксальном, Пророкам отводится ниша более низкая, чем у нас сам. Мы говорим о том, что Пророк – это тот, кто устав Бога, тот, кто говорит имя Бога. А в ранисийском иудаизме Пророк – это тот, кто угадал, он сказал исполненность. И в раппинском иудаизме – это тот, кто сказал, что это от Бога. Когда Бог дарил Откровение, что происходит, это было доказательство, что Пророк говорит право. И так получилось, что ни один Пророк, кроме Иеремии, своей смерти не умер. И так получилось, что иерархии и другие Пророки, которые вошли в Танах, в Библию. Иеремия был единственным Пророком, который умер своей смертью, остальные были убиты. Иеремия был единственным Пророком, который умер своей смерти. Иеремия обвинял людей. Иеремия сказал, что вы позволите грабницы Пророкам, которые убили ваши отцы. Духовное и плотское никогда не примирятся. И в какой бы отрасли мы это ни рассматривали духовно, всегда Дух противится Плоте, а Плоте противится Плоте. Плоте противится Духу, а Дух противится Плоте. Плоте противится Плоте противится Плоте. Поэтому мы должны сходить из такой ситуации. В настоящее время возникает ситуация, когда мы изучаем еврейское духовное наследие. Это такой огромный пласт культуры духовной. Что хочешь, не хочешь, мы попадаем под очарование вот этой могучей духовной Культуры. Но мы должны забывать о том, что Дух противится Плоте, а Плоте противится Плоте. И то, кем мы преклоняемся, это великой Бог, создавший небо и землю. Они традиции, но не традиции. И она не должна нам закрывать откровение от Бога. И она не должна нам закрывать откровение от Бога. Я хочу рассказать, что в ортодоксальной среде еврейской тоже есть понимание, что обожествление традиции должно иметь какую-то границу. Потому что, например, есть такая притча, хасидская притча о Равине, который провел сетер. И он провел его очень хорошо. И он был доволен и счастлив. И он молился и говорил Всевышний, «Посмотри, как я это сделаю!» «Ты доволен?» И он услышал. И он услышал. И он услышал. И он пошел искать этого муту и нашел его. «Песак 희игал. И он спросил ему, « 같아서, как ты мелодия Песак его видела?» И Мотто сказал, что я ответил, пришел домой и жить немного. И Мотто сказал, ну, я нахожусь, я пришел домой. Это уже грех, потому что он должен был до заката зажечь свечи. Кушать нечего. Я выпил стакан водки и сказал спасибо Господи, что ты нашел. И он вышел ошарашенный от этого Мотто. Возьмем глаза к небу и говорит, Господи, как ты мог это нечестивце поставить мне в пример. И он сказал и слышал голос, налей полную тарелку воды до края. И он слышал голос. И он слышал голос. А сколько раз за это время ты вспомнил обо мне? В сознании евреев есть такое тоже, что когда мы занимаемся какими-то деталями, вот мелкими, мы называем о самом главном. А причине всего работе. И поэтому я хочу пожелать всем нам, чтобы мы за частным видели главное. чтобы истина Божья, приходящая к нам через Тору, через Библию, она была нашей сущностью, вот как этот сосуд наполняется жидкостью, это мы, и чтобы этот сосуд был наполнен Божьим Словом и Божьей Мудростью. Тогда мы сможем отличать Плоское от Духовного. Да благословит вас Господь. Аминь. 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 Продолжение следует...